Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Опять меня тысячу лет не было, ушла я в быт. Не то чтобы в какой-то напряженный, а в такой, знаете, с удовольствием. Кулинарила все эти дни, готовила себе разную русскую еду. В общем, думала в основном об этом. Да, смотрите, сегодня специально для тех, кого очень раздражают мои волосы, я волосы собрала. А то пишите, что пушатся, лопушатся, не нервничайте, не нервничайте. Вот вам, смотрите, какой фирменный такой крысиный хвостик. Вот так вот, ничего не пушится, ничего не лопушится. Вот такие сережечки-котики. Клипщики, точнее, у меня уши не проколоты. Смотрите, какие симпатичные клипщики. Так, наконец-то я решила доложить обстоятельству. О, господи, что это такое? Боже мой. Сейчас, подождите. Так, я сгоняла за бумажкой. Только что заметила, что моя карта, значит, медицинская, испачкана. Кажется, это гель. Гель. Для УЗИ гель или... Да, наверное, это он. Так, что я хотела вам доложить. Обещала же рассказать, какие ещё новые покупочки для ребёнка у нас появились, что мы приобрели, и как прошло последнее моё посещение клиники, какие результаты. Это было очень важное посещение. Это был первый скрининг на пороки развития. В общем-то, есть ли какие-то пороки развития у ребёнка, нет ли их. Вот. Тамить не буду. Ходили мы уже приличное время назад. Сейчас у меня такой перерыв, наконец-то. С 12 по 16, в общем, сказали, можно не приходить. То есть 4 недели перерыв, наконец-то, вот месяц, можно не ходить, а то зачастили каждые 2 недели УЗИ. Кстати, очень быстро на это подсаживаешься. Сначала я так возмущалась, типа, каждые 2 недели УЗИ, и, боже, какой томительно, на это очень подсаживаешься. И вот сейчас, когда начался этот месяц, когда перерыв, когда ходить не надо, сразу начинаются всякие думы, что там он делает, как он там время проводит, как у него там развитие, всё, как происходит. В общем, такие всякие уже думки. То было слишком часто, а теперь вот как будто бы не хватает. Так. Что у нас произошло? Томить не буду. Скрининг прошёл успешно. Сказали, что в очень хорошем состоянии ребёнок, и я в прекрасном состоянии. В общем, у ребёнка всё хорошо, и у него, значит, прекрасные жилые апартаменты. Вот, можно не переживать, можно не беспокоиться. Какие успехи у нас в росте? Ходила я на 12 недели, 12 плюс 0 стоит в карточке. Ребёнок дорос до 5,5 сантиметров. 5,5. Просто гигант. Шучу. Шучу. Тут у меня в карте написано, что в этот период размер ребёнка может достигать до 9 сантиметров, но у нас 5,5. Чем богаты, тем и рады. Короче, там кое-где в литературе разно написано, что обычно, если ребёнок такой маленький, то, может быть, это какие-то погрешности в сроках. Мне уже два раза сдвигали срок. Туда уже перемещается уже срок ближе к маю. Но, тем не менее, значит, он просто будет некрупный. Ребёнок, что у меня? У меня произошла, девочки. Первая прибавка в весе. Я прибавила 1 килограмм. Вот, наконец-то, моя первая прибавка в весе произошла. Она на, получается, 12 плюс 0, это уже 13, да? 13 неделя. Пришёл килограмм. Мой первый килограмм пришёл. Хотя я смотрела разные видео, и там уже было написано, знаете, что, типа, уже с 10 недели надо подбирать себе новое бельё, новый гардероб более свободный. Но нет, нет. Я недавно, на дня, значит, взяла сантиметровую ленту, чтобы проверить, проверить, изменились ли мои параметры. Либо, знаете, я просто из жадности втискиваюсь в старую одежду, потому что не хочу покупать новую. Нет, особых оснований нету для пока смены гардероба, потому что особо нигде ничего не прибавилось. Я измеряла талию, талия 63 сантиметра, то есть у меня 3 сантиметра прибавка в талии, но неудивительно, там у меня на этом месте где-то живот растёт, в общем, поэтому 3 сантиметра в талии я прибавила. И сколько у меня? И 90 бедра, то есть где-то тоже 2-3 сантиметра я прибавила в бедрах. Вот, 63 талии, 90 сантиметров бедра. Ну, про грудь я не знаю, я бы хотела умолчать. Вот, я даже не помню, даже, знаете, не запоминаю, чтобы не расстраиваться. Так, 78, ну, короче, 78, обычно 75. Значит, 3 сантиметра ещё в груди. Ну, что такое 3 сантиметра? Это несущественно. Это вот такой вот кусочек 3 сантиметра. Всё, да, то есть понятно, что ещё нету потребности в смене гардероба. Так, что я ещё хотела рассказать? В следующий раз мы идём, ну, получается, на 17 неделе, да, будет 16 плюс 0. Но это они так пишут в карточке, там, 12 плюс 0, будет 16 плюс 0. Это будет в конце этого месяца. Вот в конце месяца будут новые какие-то данные. Так, показываю, что мы ещё докупили. Кто не смотрел мой первый обзор покупок, можете посмотреть. Там я показывала ванночку очень классную, которую мы купили для ребёнка. Удобно купать, не надо там бояться, что голова куда-нибудь запрокинется, что он весь там куда-нибудь запрокинется с такой подставочкой удобной. Очень по выгодной цене приобрели. Что ещё показывала? Ну, в общем, конфертик всякие. Если кому-то интересно, кто-то пропустил первую часть, можете посмотреть. В этот раз купили кое-какую мелочёвку, ну, и две такие более крупные покупки. Сейчас покажу мелочёвку. Вот такие вот пелёночки, пеленашечки всякие разные. Они одной марки, просто цветом отличаются. Это заказывал муж, я не знаю. Вы мне это знаете, в комментариях некоторые как проклятие пишут. Я говорю, я хочу девочку. И мне пишут в комментариях, желаем, я желаю тебе мальчика. Я, ты шо, извращенец, тебе говорят, девочку хочу. Не то, чтобы я прям против мальчика буду, но, согласитесь, как-то это звучит странно. Как будто, как какое-то, знаете, проклятие. Человек говорит, хочу девочку, я желаю тебе мальчика. Кстати, судя по выбору мужа, что-то мне подсказывает, что муж типа тоже ждёт девочку. Мы совершенно не против мальчика, но почему-то у нас в голове сидит, что у нас девочка. Хотя мы с ним изначально договаривались покупать нейтральные вещи. Как вы помните, в первом обзоре у нас были нейтральные они. Но сейчас это он просто спросил, как мне это надо. Не надо, я сказала, что да, мне эти пелёнки нужны. Вот, господи, она нормального размера большого. А цвета он сам выбрал, какие-то девчачьи цвета. Вот такая вот ещё есть. Но это прям вообще тут даже никак, никаким боком мальчик сюда не припишет. Какие-то розовые зайки на розовом фоне. А вот это вот нейтральные, наконец-таки. Вот это нейтральные, такая с медвежатыми. Вот это и мальчику, и девочке пойдёт. Вот, симпатичненькая такая пелёночка. Так. Есть ещё одна там, лежат в комоде. Ну, это мы купили, посмотреть, какого они, значит, качества. Лухи, не трогай. Не трогай это. Это не твоё, не твоё, малыш. Так, ну, с котами, конечно, беда. Они хотят эксплуатировать все покупки для ребёнка. Они думают, это для них. Так, ну, и вот такой вот набор полотенец. Я покупала, кто смотрит мои влоги, где я там показываю обзор магазинов, обзоры цель. Мелькали во влоге эти полотенца. Я тогда думала, покупать, не покупать. И купила вот такие. Ну, может, ещё потом придётся докупать. Вообще, моё, значит, материнство моё. Начало материнства придётся на лето. И, конечно, я бы хотела каких-нибудь, знаете, таких тоненьких, быстро сохнущих, хорошо впитывающих полотенец. А эти махрушки, махрушки больше не буду, наверное, покупать. Не буду. Так, сейчас пойдёмте смотреть кроватку. Мы купили кроватку. Итак, а теперь обзор кроватки. Вот, собственно говоря, та кроватка, о которой я вам рассказывала. Которую я хотела. Тут пока застелено пелёночкой, потому что сюда коты время от времени запрыгивают, чтобы они ничего не попортили. Вот такая вот компактная кроватка. Она полностью мобильная, то есть её можно катать. Также есть тут функции... Боже мой, тут не видно. А, видно. Подъёма на разную высоту. Вот это самый низкий вариант. Можно поднимать её повыше. Одной рукой я это не сделаю. У меня это одной рукой не под силу. Держу камеру. Так, что у нас ещё есть? Ещё вот тут вот есть такая кнопочка переключения режима. Сейчас у нас кроваточка не шатается. Если мы её вот так сейчас переключим... Она у нас будет вот так вот замечательно покачиваться. Практично достаточно кроватка. Смотрится маленько в кадре, но она достаточно длинная. То есть я померила средний рост ребёнка. Где-то вот тут будет заканчиваться средний рост. То есть ещё вот такой вот кусок остаётся. Вот, вот где-то вот такой вот средний рост ребёнка до отбортика вот сюда. И вот тут вот нормально. Так, что у нас тут ещё супер практичного? Вот это всё полностью снимается, расчехляется, стирается. Так, тут есть на матрасник, на резиночке. Он тоже снимается, тоже стирается. Меня это очень порадовало, что можно всё стирать. Это очень удобно, что всё можно постирать. Естественно, откидывается тут вот этот вот бортик. Если есть желание приставить кроватку к своей кровати, скажем так. Тут отстёгивается вот эта панелька. И кроватка становится приставной. То есть её можно приставить будет к взрослой кровати впритык. Вот такая вот, значит, конструкция. Боже, так неудобно одной рукой. Всё неуклюже, наверное, смотрится в кадре. Ну, суть, вы поняли. Конечно, мне больше всего нравится, что тут всё можно как бы постирать. Тут ещё есть такие кармашки. Что мне ещё понравилось, это вот такая вот полка. Полка для хранения всего-всего. Снизу есть. Достаточно широкая, достаточно просторная. Сюда могут свободно поместиться какие-то необходимые вещи, которые всегда должны быть под рукой. Да, памперсы, какая-то такая сменная одежда, какие-то полотенчики, салфеточки. На этой широкой полке всё тут может разместиться. Так, тут ещё есть вот такие вот крепежи. Это, мы гадали смотришь, что это такое. Стяжку ещё не снимали. Это, короче, крепится к матрасу. Если уж вы очень сильно боитесь, что наша кровать куда-нибудь укатится, это вот такой крепёж к взрослому матрасу без взрослой кровати. Так сказать, насмерть приковать ребёнка к себе. Точнее, к матрасу кровать. Ну и, как я уже сказала, этот чехол с кроватки, он полностью снимается с вот этой металлической рамы. Его можно стирать сколько угодно. Так, ещё мы приобрели вот такой вот комодик. Небольшой на колёсиках. Удобная вещь. Правда, сейчас у меня там навалено, беспорядок. Ну ничего, я потом уберу. Сверху пристроила свою косметику. Косметику потом тоже уберу. Вот, пока я его эксплуатирую. Вообще, это для ребёнка предназначено, для хранения всякой мелочёвки. Так, ну и сверху есть вот такая вот площадочка. Тоже можно что-то класть такое необходимое. И всё это, значит, прекрасно катается. Так, ну всё, вроде всё показала, всё рассказала. Ещё вам могу показать, какие изменения произошли в моём теле на пятнадцатой неделе. Потому что эта тема такая топовая. Многих интересует, как это всё выглядит. Ну вот так это всё выглядит. То есть, вот тут видите, небольшой такой круглик. Это, по всей видимости, и есть ребёнок. Вот такой вот круглик. Талия, как вы видите, пока не заплыва. Есть ещё некий такой рельеф. И вот где-то здесь, видите, в области пупка, вот такое вот, как будто бы лёгкие признаки начинающегося ожирения. Ну вот так вот, небольшая выпуклость. Вот, как физически, физически это пока никак не ощущается. То есть, как бы ты его не чувствуешь, этот живот. Поэтому вот так. Это если кому-то интересно, кто ещё не рожал, но в будущем хочет и хочет узнать что-то об этом. Вот, и так, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, поддерживать мой канал. И пока-пока, до новых встреч в новых видео.